Мы говорим о кистах или кистомах яичников, то есть образованиях яичников, если это образование больше 3 сантиметров, чаще всего. Или же, если образование сопровождается какими-то нарушениями, например, оно имеет гормональную какую-то функцию, то есть вырабатываются гормоны, тоже тестостерон или эстрогены в большом количестве, что обязательно будет сопровождаться определенными клиническими жалобами. Но если у женщины нет никаких жалоб, и у нее вдруг находит там какое-то образование 1 сантиметра, полтора сантиметра, при этом наследственная история у нее не отягощена, например, возникновением рака яичников в семье, то, конечно же, здесь сбить тревогу, паниковать и сразу говорить, что нужно что-то там удалять, смотреть, выяснять, не имеет абсолютно никаких обоснований. Потому что, еще раз повторю, очень важно знать, есть ли жалобы, какой размер этих образований, и это может быть персистирующим, например, тот же фолликул, он может быть иногда 1, 1,5-2 сантиметра, и он не представляет никакой опасности. Это может быть растущий фолликул, то есть доминантный фолликул, это может быть желтое тело, которое, скажем, чуть больших размеров, чем обычно. Опять же, это нет ничего страшного, мы наблюдаем, но не делаем преждевременные выводы, а тем более не запугиваем женщину плохими последствиями. Мультифолликулярные яичники не относятся к разряду кист и кистом яичников, то есть к образованию яичников, поэтому, пожалуйста, смотрите вебинар на тему синдрома поликистозных яичников, и у женщин яичники имеют мультифолликулярное строение, поэтому мешательство на мультифолликулярные яичники только потому, что там чуть больше кистозных образований, не означает, что это кисты и кистомы. Пожалуйста, не путайте, как я говорю, праведные с грешным. Функциональные кисты чаще всего возникают на фоне функционирования яичников, но особенно изменений гормональных фонов, поэтому они бывают не только в молодом возрасте, особенно подростков, например, или в предкомакторическом периоде, когда гормоны прыгают, как я говорю, но также на фоне применения, использования гормональных контрацептивов, вообще любых гормонов, которые воздействуют на яичники. У одних женщин кисты могут возникать на фоне как раз приема гормональных контрацептивов, у других наоборот на фоне прекращения приема гормональных контрацептивов. И я повторю, что гормональные контрацептивы не используются для лечения функциональных кист, потому что они неэффективны, и это доказано. И это не улучшает, то есть это не понижает возникновение функциональных кист. Кисты желтого тела практически не опасны, за исключением случаев, когда они становятся большими, то есть их размеры больше 8 см, потому что в таких случаях, да не только даже при кистах, скажем, желтого тела, вообще при любых обрезованиях яичников, мы боимся то, что при каких-то обстоятельствах может произойти разрыв и кровотечение, если будет поврежден сосуд, или же подкрут яичника, значит, из-за того, что эта киста, ну как бы, меняет положение яичника у брюшной полости, и это может привести к повреждению ткани яичника. Поэтому при возникновении болевого синдрома обязательно нужно сделать УЗИ и обязательно как бы пройти определенное обследование, хотя бы выжидательная тактика может применяться, но хотя бы наблюдение за симптомами, которые нарастают. И если размеры этого образования большие, то, конечно же, его лучше удалить заранее, чем ждать, пока пройдет действительно серьезное повреждение яичника, или же эта киста лопнет и может быть кровотечение. Мы не используем антибиотики при лечении кист, то есть при обнаружении кист яичников или кистом, то есть любых образований яичников, хотя бы потому, что они здесь неуместны, это невоспалительный процесс, невоспалительная реакция, это не связано ни с каким видом инфекции, поэтому это будет лишним. Антибиотики, профилактический курс, краткий, может использоваться в ходе лапароскопии или сразу же после лапароскопии, буквально всего несколько часов или несколько дней, не больше пяти дней, но не для лечения кист или кистом яичников. А если размеры образования не больше шести сантиметров, женщина может спокойно заниматься и физкультурой, и фитнесом, плавать, ходить в сауну и в баню, например, то есть абсолютно нет никаких ограничений в жизни женщины. Однако, если, скажем, образование больших размеров, больше шести сантиметров, например, восемь-десять сантиметров, выжидательная тактика применяется очень редко, в основном только месяц-два, и если это образование не уходит, конечно же, может произойти разрыв этой же кисты или же перекрут яичника, что может потом иметь негативные последствия. И это может случаться во время интенсивных физических нагрузок, занятий, например, в спортзале, прыжков, кувырков, то есть резких движений, также езды на лошадях, то есть ездовой вид спорта, и может быть при половом акте, половой акт, особенно интенсивный, при наличии большого образования, большой кисты или большого образования в яичнике может привести к осложнениям, в том числе к разрыву или кровотечениям, возникновению болевого синдрома, поэтому если что-то большое не уходит из малого таза, не исчезает самостоятельно, его желательно удалить. Фолликулярные эндометриоидные кисты не страшны в большинстве случаев при беременности, если их размеры не больше 6 см, хотя даже если размеры больше, конечно же риск определенный существует, но в большинстве случаев это не сказывается негативно на беременности. Мы следим за самочувствием беременной женщины, и в таких случаях удаление кист, когда женщине нет жалоб, не требуется. И только в редких случаях, когда появляется боль, скажем из-за того, что происходит подкрут яичника из-за наличия этой кисты, или же когда происходит разрыв кисты с кровотечением, тогда требуется оперативное вмешательство. Сразу вас успокоишь, что такие вмешательства проводятся чрезвычайно редко, поэтому даже кисты или кистомы размерами 10 см, 12 см могут вполне наблюдаться до конца рода. Они не мешают чаще всего в период родовой деятельности, если, конечно, они не размещены близко к началу родовых путей, и чаще всего они находятся в брюшной полости позади матки, поэтому действительно очень редко мешают рождению ребёнка и прохождению его через родовые пути. Дорогие женщины, пиявки не используются для рассасывания кист и кистом, то есть для рассасывания образования яичника. Если врач вам назначает пиявки во влагалище или на живот, якобы для рассасывания кист, я настоятельно вам рекомендую больше не ходить к такому врачу вообще никогда, то есть поставить на нём крест и забыть к нему дорогу, потому что это не просто отсталось, это шарлатанство, это неэффективно, это выкачивание денег и это, конечно же, использование абсолютно, это даже не лечение, понимаете? Поэтому очень вас прошу, не верьте таким врачам и старайтесь быть от них подальше в стороне. В Советском Союзе и до сих пор в советских странах очень популярное использование так называемых различных ферментов декстраз, лангитазы и многие другие, которые якобы могут рассасывать кисты, спайки и всё только что не хочешь. На самом деле эти препараты совершенно неэффективны, мы их не используем при обнаружении каких-то образований в яичниках и наоборот они могут вызывать аллергические реакции, это биологически активные вещества, которые могут оказывать крайне негативное воздействие на самого человека, на женщину. Поэтому во всём мире от этого отказались и используют, ну, разве что в очень ограниченных случаях, но не в акушерстве и не в гинекологии. Поэтому если врач назначает что-то якобы рассасывающееся для лечения, так сказать, кист, то это отсталый врач, и поэтому не нужно даже к нему ходить. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова